Сегодня у нас в гостях хореограф Котлосского драматического театра Ирина Мунина. Ирина, здравствуйте! Здравствуйте! Ирина, конечно, мы начнём с вопроса о том, как Вы попали в театр. Ой, на самом деле это была очень весёлая история, на мой взгляд, потому что, когда я заканчивала колледж культуры в Архангельске, я проходила практику в самом колледже, хотя все наши остальные девчонки, ребята, были раскиданы по разным коллективам. То есть, по идее, я могла пойти проходить практику в любой коллектив танцевальный. А девочка с моего курса поехала на практику в театр. И была у неё такая мысль, что она здесь останется. В Котлосе. В Котлосе, в Котлосе, в Котлоский театр, да. У неё была мысль, что она останется здесь хореографом. Но потом у неё там в планах что-то поменялось. Она приехала в Архангельск обратно после практики и говорит мне, Ирина, ну вот так и так, ну такая ситуация, вот. Мне вроде бы как бы охота была там работать, но у меня другое предложение поступило. Я, наверное, поеду вот туда, а ты не хочешь попробовать в Котлосе работать? Тем более я родилась и жила в Котлосе, никуда отсюда не уезжала, только здесь и здесь и здесь. Я говорю, ну ладно, давай попробую, поехали. И заканчивала я колледж вместе с Валерой Селёдкиным, с артистом театра нашего. Он заканчивал как раз театральное отделение, а и с Ксюшей Базак ещё. Они заканчивали театральное отделение, я хореографическая. Мы приехали сюда. Валера меня за ручку привёл к Наталье Сергеевне Шибаловой и сказал, Наталья Сергеевна, вот вам я привёз хореографа в театр, вам он был так нужен. Пожалуйста, поговорите, обсудите, может быть, вас всё устроит, и вы её возьмёте на работу. Я села такая серьёзная, сижу, думаю, сейчас как начнут меня тут спрашивать. Я не подойду на такую должность, это же так всё серьёзно, театр всё-таки. Мы с ней поговорили так очень мило, она со мной побеседовала, позадавала вопросы. Говорит, ну хорошо, 25 августа приходи на сбор труппы. Я такая, ладно, всё. Обрадовалась, пошла маме, сразу сообщила с папой, говорит, вот всё, я буду работать в театре, так здорово. И 25 августа 2013 года я пришла сюда, в большой зал, села, отдельно от всех такая сижу. Напряжение в диком, труппа огромная, народу много, кулис на сцене нет, ничего нет. Просто голые сцены, пол, я ещё такая смотрю, думаю, боже мой, куда я попала? Почему тут так всё странно и интересно? И Наталья Сергеевна потом, вот у нас два новых, три новых артиста в этом сезоне приехала. Это вот Аня Егорова, Ксюша Базык, Валера Селёдкина познакомила. И теперь в нашей труппе появился ещё и хореограф. Представила меня Ирина Монина. Я встаю, у меня коленки трясутся, руки дрожат. А ещё помню после этого случая Володя Сидёлков сказал, ты, говорит, встала, я думаю, что за женщина такая встаёт. А потом познакомился с тобой, так ты ж ещё малолетка такой мне. Ирина, а сколько лет вам было? Так, мне было 20, 21. Вы в Котласе учились? Да, я вообще родилась в Котласе, ходила в садик в Котласе, училась в Котласе. Всё, вся моя жизнь, всё моё детство прошло в Котласе. А в какой школе учились? В 17-й школе. Даже помню до сих пор, как звали мою первую классную руководительницу Черткова Светлана Владимировна. Это, наверное, был мой педагог, благодаря которому я, наверное, творчество всё полюбила. Потому что она постоянно меня там в конкурсе чтецов, певцов, весняночки всякие. Потом уже перешла, постарше стали всё с 5-го по 11-й класс. У меня была классная руководительница прослужих, Ольга Анатольевна. До сих пор работает в школе. Светланы Владимировны уже нет. Ольга Анатольевна работает ещё тоже. Ну, я активным, наверное, ребёнком таким была. Всё-таки у меня мама очень любит творчество. Она постоянно учила со мной стихи. Мы с ней в караоке дома даже пели. Ну, и в школе. А вы всегда знали, что вы будете танцевать? Когда мама меня отвела на танцевальный, я начала ходить в Сарасвадик. Французову Наталье Александровне сначала. Я пришла, сходила на пару занятий. Пришла домой, мама говорит, мам, ты знаешь, я маленькая ещё, ребёнок же. Пришла, говорю, мам, ты знаешь, я, наверное, буду хореографом. Сейчас зубы выпадают молочные последние. Я уже говорю, кем я хочу стать. И папа такой, ну, Ирина, ну ты что? Ну, это разве профессия? Куда ты поедешь потом? В колхоз коров учить танцевать. Я такая, папа, нет, я буду хореографом, у меня будет свой коллектив, там, у меня будет то, сё. Он такой, вырастешь, ещё придумаешь сто раз. Потом в классе, наверное, в десятом, девятом, я резко захотела стать психологом. Но мама мне корректно объяснила, что это не моя профессия, так как я очень импульсивный человек, и мне, допустим, очень сложно сидеть на одном месте. А психологи, они же всё равно работают больше, там, садятся, вот, здравствуйте, расскажите о своей проблеме. А я не могу, мне постоянно нужно выйти в движении. И, допустим, вот придёт ко мне человек, будет свою историю рассказывать, и я зареву вместе с ним, потому что мне его станет жалко. Так тоже нельзя. Потом в десятом классе у нас началась школа милиции. У нас был кадетский класс, десятый, одиннадцатый в школе, и я захотела быть полицейским. Но родители мне сказали, что, Ирина, ну, наверное, у тебя там с правом там в школе, ну, проблему ты там не хочешь учить, право там, литература русская у тебя хорошо, давай с этим чего-нибудь думай дальше, чтобы у тебя эти предметы были основными. Ну, я так училась, да. И потом всё-таки в одиннадцатом классе, когда мама меня спросила, ну, что, дочь, надо, наверное, уже думать всё-таки, куда ты будешь поступать. А то твои профессии, там, психолог, полицейский. Папа вообще всю жизнь мечтал, чтобы я стала в нефтегазовой промышленности кем-то там, добывала нефть, чтобы денег много получать. Но всё-таки с мамой мы пришли к такому мнению, общему, выводу большому, что, наверное, я должна быть всё-таки в творчестве, в хореографии, что это моё. И сначала, когда мама со мной поехала на поступление, она поехала со мной в Архангельск, я пришла в колледж. То есть были вступительные, не вступительные, сначала была подготовка, подготовительные курсы. То есть ты платишь денежку, приходишь, приезжаешь туда, и с тобой проводят подготовку по классике, по народному, там, по балетной гимнастике. И заодно они смотрят уже себе подходящих людей на курс набирают. И я приехала, так как я раньше танцевала, сначала я танцевала в Сарасвати, то есть индийские танцы, у нас там особо станка не было никакого, ни классики, ничего не народного. А потом я танцевала в Крэйзи, в шоу-группе у Ирины Одинцовой. Поэтому для меня классика и народный это был вообще тёмный лес. И когда меня поставили к станку и сказали после всего экзорсиса классического, а теперь берёзка. И мне хотелось просто лечь на спину и поднять ноги, потому что я по физкультуре только такую берёзку знала. А нужно было просто поднять ногу, чтобы твою растяжку, там, шаг проверили. Ну, в общем, хореография, наверное, всё-таки она основное моё время в жизни занимала, и поэтому я всё-таки решила, да, стать хореографом. Кроме танцев, какие ещё были увлечения? То есть вообще, может быть, сейчас какие-то увлечения есть? Вот на тот момент, когда я ещё в школе училась, у нас была детская организация юношеская. Ой, я даже не помню сейчас, как она называется. В общем, я в эту организацию всегда ходила. Там были вслёты различные, то есть мы собирались в походы ходили, на водопад ходили в поход, устраивали различные игры. Это в Доме детского творчества? В Доме детского творчества это был вот главный вот штаб. Штаб, может быть? Нет, не штаб, оно как-то по-другому называлось. Я ездила, даже ездила на конкурс «Лидер 21 века» в Архангельск в каком-то году. Маленькая ещё была фотки. То есть ты была активисткой? Да, я всю жизнь как-то вот... Мне было неинтересно учиться, правда. Вот мне учиться было неинтересно. Заниматься каким-то творчеством, я не знаю, ездить на слёты всевозможные, участвовать в конкурсах, в олимпиадах по русскому литературе, да, это нравилось. А вот физика, химия, математика, алгемия, геометрия, это были вообще не мои предметы. Ну а сейчас у меня, наверное, всё-таки увлечений как бы больше... Я больше в театре всё равно времени провожу. Если я не в театре, то я со своей семьёй, да, с дочкой, например. Или там, или там. Бывает такое, что вот, допустим, у нас есть театральная студия, да, при театре. И провожу здесь, прихожу занятия с ними. То есть, опять же, хореографией занимаюсь, постановками какими-то с ребятами. Ну, иногда вот, допустим, просят, вот, Ирина, здравствуй, там, поставь подтанцовку девочке там у меня. Не подтанцовку, а вот, допустим, она поёт, там, движение простроит, там, ей ручками, ножками, головушкой, может быть, как-то, чтобы она на сцене двигалась, чтобы не стояла просто так. Да, вот, помогаю в этом плане. Наверное, у меня все мои увлечения, они всё-таки связаны с хореографией. Ну, сейчас ещё, так как на сцену всё равно выхожу, занимаюсь в спектаклях, интересно именно творчество и артистки именно, когда на сцену выходить, тоже. Ну, наверное, всё-таки больше я увлекаюсь театром теперь. А в каких спектаклях вы заняты? В этом сезоне, если сейчас вот говорить, да, из последних это «Номер с фруктами» Марго, «Восемь любящих женщин» Сюзон, это вот из вечерних спектаклей, да, в этом сезоне. А так, наверное, у меня всё-таки больше постановок как хореограф, потому что приезжает много режиссёров различных, и с каждым режиссёром работаю как хореограф. Это, в принципе, здорово, это огромный опыт, огромный для меня, потому что каждый режиссёр, у каждого режиссёра своё видение, и он хочет что-то определённое. Вот, допустим, здесь мне там надо сделать вот так. Это с Натальей Сергеевной мы уже привыкли работать, мы друг друга, мне кажется, уже с полуслова понимаем. Она мне просто даёт музыку и говорит, ну вот, ну вот так-то, 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 поняла, поняла, всё, мы с ней спокойно работаем. А с приезжими режиссёрами всё-таки немножечко, да, по-другому, но это для меня, правда, да, огромный опыт. Приезжала у нас режиссёр московский Инна Феликсовна Ваксенбург, и она ставила у нас спектакль «Метель». И с ней приезжала хореограф Светлана Скасырская, то есть они приехали своей командой. Инна Феликсовна, Света и Любовь Подгорбунская, которая сейчас, кстати, у нас работает с Натальей Сергеевной как художником в спектаклях. Вот они приезжали втроём, и я даже больше, наверное, не от режиссёра была в восторге, да, сколько от хореографа, вот от Светы Скасырской, потому что мы с ней очень тесно общались, очень плотно. Мне было интересно её вот видение хореографии, видение танца, как она работает с артистами именно, да. То есть у меня как бы свой подход. Мы уже знакомы здесь всё-таки все с артистами, и я их всех знаю. и я вот, допустим, там, вот знаю, что они могут, я знаю, что они могут, и я стараюсь давать, не давать что-то сверх такого, сверх сложного. А Света, она не заморачивается с этим, да, то есть она даёт комбинацию и говорит, делаем, мы её делаем, если что-то у кого-то не получается, она начинает её отрабатывать. И как бы вот у меня-то, да, более такой мягкий, наверное, способ. Я говорю, ну, вот, ну не можешь, ну, ладно, давай поменяем. А у неё такого нет. То есть вот от неё, как от хореографа, допустим, я научилась какой-то стойкости, да. То есть теперь она уехала, и если я ставлю танцы в спектакле, кто-то там начинает говорить, блин, Ирина, ну это так сложно, может, ты поменяешь? Я говорю, давайте мы попробуем сначала, поработаем, поотрабатываем, может быть, у нас получится, это будет круто. И как бы люди начинают прислушиваться, и потом, когда это получается, мы все приходим к выводу, что да, действительно, вот, мы проделали такую работу, это так здорово, и хоть и было сложно и трудно, да, в начале пути по результату получилось всё очень круто. Артисты капризные люди? Когда я только пришла работать, мне казалось, что да. Теперь, я так не думаю, мне нравится то, что у нас почти нет таких людей, которые говорят, я не могу. То есть, ты приходишь, на постановку я прихожу, допустим, да, начинаю ставить, и нет такого, что, ну, Ирина, ну, это уже пропадает, этого уже всё меньше и меньше становится, да нет, это чё, да не надо, да давай, пошли. Сейчас они просто вот как будто вот в таком тонусе все, они приходят, ну, давай, ладно, давай, ну, чего делай, давай, показывай, всё, пошли, пошли работать. Все танцы, которые вы ставите, это танцы, которые вы придумали в голове. Да, это так и есть. И на самом деле, действительно, иногда бывает очень сложно, потому что спектакли всё-таки много за сезон выпускается, и где-то уже ближе к концу, к отпуску, ближе к отпуску, ты садишься, очередная постановка, и такое чувство, что у тебя вот просто нет в голове никаких идей. Вот ты сидишь, включаешь вот так музыку, просто нажимаешь, а мыслей-то нет никаких. А музыку подбирает звук или музыку вам даёт режиссёр? Да, даёт режиссёр обычно музыку, у нас же есть запмос, режиссёрам они подбирают музыку, и потом эта музыка попадает ко мне. И действительно, очень сложно иногда поставить и придумать что-то, потому что не хочется повторяться, хочется, чтобы в каждом спектакле была какая-то своя изюминка, именно в плане моей работы, чтобы, допустим, в детском спектакле, в сказках не было одних и тех же прыжков, я не знаю, переворотов. Обычно для меня сложнее ставить детские танцы. Вечерние спектакли мне как-то легче даются, потому что разнообразная музыка используется в вечерних детских, она вся такая, как бы детские песенки, прыжочки, они прям подразумеваются в детских сказках. Но вот не хочется, очень не хочется повторяться. А в «Небесном тихоходе», кстати, это была, мне кажется, моя самая объёмная хореографическая работа. И довольно-таки она была сложной, но она мне далась легко, потому что музыка... Ну, во-первых, я люблю спектакли такие, то есть для меня вот фильмы... Я сразу вспомнила фильм, во-первых, когда сказали, что будет ставиться «Небесный тихоход», я его пересмотрела раза три. Мне он очень, очень нравится. И вот всё, что связано с вот этими песнями, «Потому что мы пилоты», «Дождливым вечером», это, мне кажется, я готова вот эти песни слушать хоть каждый день, потому что они такое настроение дают... Вот эти вот... Когда вот уже, да, заканчивалась война, и ты смотрел... Я документальных много очень фильмов посмотрела. Заканчивалась война, и вот эта бодрость духа уже у наших русских людей, когда они уже всё, там, гармошку в руки танцуют, поют. И вот когда это переносится на сцену, мне кажется, вот эта атмосфера душевная, и она передаётся и зрителю, а от зрителя артистам, и им проще работать. То есть они вообще не заморачиваются, как я спою сейчас, как станцую, вот как пойдут ноги у меня сейчас. И значит, это будет правильно, значит, я так и сделаю, и круто, и зритель оценит, и погрузится вместе со мной в этот... взлетит вместе со мной на самолёте, я не знаю, станцует на сцене. Знакомый дом, зелёный сад и нежный. Знакомый дом, зелёный сад и нежный. Субтитры diseñал Субтитры г an. Если бы вам сказали сейчас, что, Ирина, перед тобой открыты все пути в танцевальном мире, какой жанр танцев вы выбрали? Думаю, что все-таки народный, русский. А чем он вам нравится? Всем. Когда мы участвовали в конкурсах, вот с Росвати, да, допустим, на пасхальных куличах, очень же много народников приезжало, очень много. Я всегда смотрела, вот так вот сидела. Костюмы, может, нравятся? Нет, не костюмы даже. Вот этот вот задор. Мне кажется, вот такого задора, как в русском народном танце, вот нигде больше не встретить. Как они, они же прям душу наружу выворачивают, когда танцуют. Дроби, вот эти все вращения, трюковые элементы мужские, музыка даже сама, гармошка, баян, там, я не знаю. Балалайка. Ну, вот, наверное, да, мне все-таки ближе. Да и вообще в колледже, когда я училась, я поняла, что я, наверное, больше народница. Классика как-то мне не так близка, как народный танец. То есть у вас истинная русская душа? Да. В проекте танцами не хотели бы принять? Ой, меня это спрашивают так часто. Меня очень часто, во-первых, отправляют туда. Но я, наверное, не считаю, что я достаточно подготовлена к такому проекту, потому что там все-таки идут люди, которые беспрерывно, можно сказать, занимаются танцами. То есть они пашут, они прям пашут и трудятся в этом направлении. Я, наверное, все-таки больше отношусь к постановщикам уже теперь, да, нежели к танцорам. Вот, может быть, в каком-то конкурсе постановщиков танцев, да, я бы приняла участие, потому что идей много в голове, которые хочется воплотить в жизнь, но танцор, да, я уже не могу себя... Вот после колледжа, если бы мне сказали, Ирина, езжай в танц, там, участвуй, я бы, может быть, поехала, потому что тогда я еще была растянутая, да, гибкая, у меня были... То есть у меня мои данные вот танцевальные, я была готова к тому, чтобы туда поехать. Я была мягкая очень, а сейчас все-таки не столько я занимаюсь, да, хореографией, поэтому где-то мышцы уже чувствуются, что какая-то вот подзадеревенела где-то, что ли, нужно вот как будто бы... Иногда даже хочется просто встать и растянуть себя, потому что вот настолько не хватает вот этого вот жесткого такого графика именно в плане танцев. Скажите свое распорядание. Ну вот я просыпаюсь. Зарядку делаете? Обязательно, я хотя бы потягиваюсь, да, просто наклоны какие-то теперь стала делать, потому что раньше мне было очень тяжело себя настроить на день. То есть если я что-то не сделаю, мне нужно вот какой-то, я не знаю, хотя бы просто на месте побегать. То есть у меня такое чувство, что вот сердце запускается, там начинает мотор работать, все, и хочется уже идти, 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 идти. Урано встает? Да, встаю я рано, потому что мне нужно собрать с утра себя, собрать ребенка, увезти в садик. А садик у нас находится не так близко к дому, поэтому путь не близкий. И стараемся мы ходить пешком, то есть это тоже определенная зарядка, и у меня с утра, и у нее с утра, она любит очень пешком ходить. Да, я у меня... Я встаю, умываюсь, одеваюсь, бужу ребенка, и вот она идет. Пока она умывается, я ставлю чайник, мы с ней пьем с утра чай, собираемся, идем в садик. В садик я ее отвожу, допустим, прихожу домой, например, могу что-то там сварить на обед, например, сразу, да, что-то покушать, суп там, я не знаю, или сразу приготовить и первое, и второе, чтобы прийти после работы и лечь отдохнуть. К 11 часам мы идем на репетицию, в 11 часов у нас начинается репетиция, и до 2 часов мы проводим время в театре. После 2 часов я иду домой, может быть, где-то там, ну вот если надо прибрать, то я прибираюсь. Вот потом я стараюсь отдохнуть хотя бы час, но просто полежать. Если это удается, то у меня открывается на вечер второе дыхание, и я спокойно отрабатываю вечером. Если я не успеваю отдохнуть хотя бы 20 минут, мне тяжело, я прихожу вечером, мне кажется, что я уже какая-то вот вся сонная, я хочу спать. А, ну еще вот в перерыве между репетициями мне нужно успеть ребенка забрать из садика и увезти к бабушке с дедушкой, потому что пока я на работе, она проводит время с ними. А вот утренняя и вечерняя репетиция, это разные постановки, или это вот вообще почему не утром вечером? А это считается, что так продуктивнее работать, что есть перерыв, а еще как-то там рассчитывали, что... Это разные люди? Нет, это один режиссер, и он работает просто утром-вечером, потому что мозговая активность приходится именно вот на эти периоды времени. Как я поняла, вот как мне кто-то тогда сказал, что пик, пик деятельности приходится именно вот на это время суток. Поэтому мы так работаем. И все-таки перерыв обычно текста же, вот например, когда много спектакля, да, в перерывах между репетициями ты сидишь, усваиваешь текст, усваиваешь все вот, прочитываешь еще раз, пытаешься запомнить, повторить как-то это все в голове по мизансценам, все пройти снова, чтобы хоть как-то откладывалась информация у тебя в голове, да, по всем, по этим, по спектаклям, по тексту, делать... Иди вон! Судьей половины хватит, еще на учебу останется и вообще... Зарвать! Взять с водным торгом! А если взорвать... Чтобы сюда не садали, сбежался! Так, берите, вот, четыре цифры, это 9999 комбинаций. Если на каждые по три секунды, это 29997 секунд. Примерно восемь часов к утру можно успеть. Для филолога-то слишком хорошо считай. В школе была пятерка по математике. Значит так, я поскрываю все деньги пополам. А я не участвую. Мне сорок процентов и шестьдесят за наводку. Чтобы у нас в одну камеру заходили? Тебе семьдесят. Я сказал нет. Так, Жора, ну хоть мужчина, я у меня больная мама. Полиция решит, что это ограбление. В первую очередь начнут трясти меня, а я не умею брать. Да, да, так догонись, шестьсот евро. В кремовочный переворот. Мне нужно сейчас. Отдай другу, дурак. Как дурак? Верни бал. Я теперь сейчас так люблю. А что это было? Какой-то сценарий танца. И актер должен запомнить сценарий спектакля. То есть не только там танцевать, но еще и что говорить, как говорить, какие действия на сцене в это время делать, в какой угол пойти. То есть вот в этом есть отличие между танцором и актером? Да. Или методика одна и та же? Мне кажется, что артисту в этом плане намного сложнее. У него в голове, то есть у него танец, допустим, да, это часть его работы, да, на сцене, да, вот, например. То есть если я выхожу на сцену только танцевать, и я должна запомнить определенный набор движений, в каком характере я танцую, да, допустим, танец. Может быть, если это сюжетный танец, то, допустим, что я должна пережить за этот танец, то артисту вот в этом плане намного тяжелее. То есть он выходит на сцену, он несет какую-то мысль, весь спектакль, да, свою идею какую-то. И в это время он еще куда-то там должен впихнуть между вот этим танец. То есть у него, может быть, еще и песня даже есть. Мне кажется, это сложнее в десятки раз. А бывает такое, что вот вышли на сцену и забыли движение, и что-то от себя придумываете? Бывает. У нас даже было такое, ну не то, чтобы даже мы забыли. Может, вы это конкретно сейчас расскажете? Это было смешно. Был у нас спектакль «Роман плюс Юлька» Наталья Сергеевна ставила. У нас там было очень много именно вот, да, каких-то таких небольших кусочков танцевальных. И мы однажды приехали в Архангельск. Мы играли на очень маленькой сцене. У нас там такой станок длинный. Этот станок, естественно, он не влез туда, потому что сцена очень маленькая. И у нас поставлено было вот так, просто лесенки такие. И мы должны были с девчонками вчетвером выбегать. И у нас в одно время, ну как бы одновременно начинались движения. А так как мы, во-первых, выбежали все, непонятно откуда и непонятно когда, мы прибежали на разные точки. Я прибегаю, понимаю, что вот здесь человек уже делает движения, а у меня вот такие глаза. И я такая, ну ладно, я тогда тоже начну. Я поворачиваюсь, и девочка сзади меня еще тоже только. Я уже два движения сделала, она начинает. То есть сначала вот тут человек начал делать, потом я, потом там, потом там. И у нас получился как такой канон. И в это время мы еще как-то... Там артисты делают перестановку, места мало. Все вот так вот друг с другом там толкаются, лепятся. И вот как-то мы выбежали потом за кулисы и стоим, и не знаем, то ли нам смеяться, то ли не смеяться. Но это было так смешно, когда я просто поворачиваюсь, там танцуют, а у меня вот такие глаза, я поворачиваю голову туда, и там такие же глаза. То есть мы четыре такие фонаря, с фонарями вот с такими просто хоп-хоп, ну ладно, сделали, ничего, насмеялись мы, конечно, долго после этого. Какое качество вы цените в себе? И я теперь научилась сглаживать что-ли углы в конфликтах, да, а не продолжать эти конфликты, как-то сводить на нет. Гибкость. Да, наверное, да, гибкость все-таки. Теперь раньше у меня такого не было никогда. Я раньше пока свое там, допустим, не докажу, я не успокоюсь. Сейчас я лучше не пойду на конфликт, я лучше там либо соглашусь, либо скажу там, давай останемся каждый при своем мнении. И отойду, потому что мне лучше нервы, как говорится, свои немножко дороже стали, потому что все-таки нужно себя не только на работе отдавать, ты же еще и семье себя отдаешь. И получается, что у меня были такие, допустим, моменты, когда ты приходишь домой, на работе какой-то где-то с кем-то конфликт, прибегает, допустим, дочка, а настроения нет. То есть я и ей себя не даю, да, эмоционально. Ей не хватает моего внимания, и я не знаю, там, поиграть с ней, сесть, мне ничего неохота. Ну вот бывает такое. Раньше было, что приходишь домой, прям руки опускаются. Сейчас я как-то стала проще к этому относиться, ко всему, да, и я не тащу, стараюсь не тащить. Вот это вот, то есть дочка, она не виновата в том, что у меня тут был какой-то, да, конфликт на работе, и она меня как-то так подбатривает, поддерживает. Вот, поэтому, наверное, она даже меня научила-то вот эти все углы, конфликты сглаживать. Она там подбежит ко мне, я начинаю, она не ругается, да, я, ты что сделала, игрушки не собрала. Она прибежит, мамочка, ну ты не ругайся, я вот сейчас тебя поцеловать просто прибежала, поцелую, побегу, игрушки соберу. Она мне поцелует, пойдет, соберет, все, мамуль, я собрала, я говорю, молодец, все. И вот, наверное, мне и ребенок, да, помог в этом очень плане сильно, потому что, когда появляются дети, это... Меняется полностью твое мироощущение. Ты становишься мягче, нежнее, добрее. Хочется, вот прям хочется, чтобы все люди вокруг были счастливы, потому что ты наполняешься таким теплом, спокойствием от ребенка собственного. И хочется, чтобы вот у всех так было. И вот прям хочется это дарить, отдавать, вот возьмите, пожалуйста, вот мне жалко, мне там еще дадут порцию, да, очередную. Вот, поэтому, да. Наверное, гибкость. А я это Таисия? Да, полное имя Таисия. А, почему так называть? Когда... Мне бабушка Таисия звонит. Я разговаривала со своей тетей, она у меня живет в Тольятти, да, у папы-сестра. Я разговаривала, говорю, тетя Нина, вот не знаю, вот хочется назвать Арина дочку. Она говорит, ну ты вот представляешь, у тебя будет ребенок, и у нее будет три рычащих буквы. Имя, фамилия, отчество, везде буква Р. Тебе не надо, тебе зачем это надо? Посмотри что-нибудь другое. И тогда я решила посмотреть календарь по дню ангела. Какой день ангела к дате рождения моего ребенка ближе, чтобы ангел-хранитель рядом всегда был. Он там помогал, защищал, оберегал. И мне это ставили, конечно, немножечко... Тая-то родилась 26 сентября, но мне ставили немножечко другую дату, 4 октября. И Таисия там была как раз то ли 6 октября, день ангела, то ли как-то так. И я решила, вот, красивое имя. С мамой еще говорю, мам, слушай, Таисия, как тебе нравится? Она говорит, да. Она говорит, мне так нравится, Таисия, повали. Я говорю, мам, да я не про Таисию, повали. Я говорю, я дочку так назвать хочу, Таисия. Она говорит, да, Ирина, очень красивое имя. Мягкое, ласковое, нежное, прям вот для девочки. Я говорю, все, отлично. И вот поэтому день ангела близко, Таисия, и как бы она у меня всегда под охраной ходит, можно сказать. Вернемся к вопросу, а в мужчине какие качества вы цените? В мужчине, во-первых, я очень люблю, когда мужчина заботится, наверное, да. То есть там, я не знаю, принести там чашку кофе с утра, там, да, как-то. Может, часто носит кофе? Вот, знаете, я так скажу, у меня мужа нет. Мы, ну, как бы с мужем, к сожалению, или не к сожалению, может быть, так надо было, мы разошлись, так получилось. Но у меня есть молодой человек, который вот как раз-таки обо мне заботится очень сильно. И обо мне, и о моем ребенке, кстати, относятся так очень хорошо. Я люблю такое качество, как решительность, наверное, да. То есть вот, когда ты приходишь там, даже в магазин, вот, обычная ситуация. Приходишь в магазин и говоришь, вот мне, вот, что сегодня приготовить? Вот рыбу или вот мясо? Как ты думаешь? И вот, я не люблю, мне нужно сказать, потому что я не могу определиться. Я девочка, я хочу и то, и другое. Но вот сегодня, допустим, в обед я хочу рыбу, а на вечер я хочу мясо. И я не могу определиться, что, ну, как бы, я же хочу угодить не только себе, хочу угодить и любимому человеку тоже. И поэтому мне нужно, чтобы мне сказали, мясо, бери мясо и пошли там, да, допустим. Или между платьями, когда выбираю. Вот как думаешь, вот короткое взять или длинное? Бери короткое там или бери длинное. Пошли, все. А когда вот начинается вот, ну, я не знаю, там, смотри, ну, ведь тебе носить, там, тебе есть. Я вот это не люблю. То есть мне нужно, чтобы вот так вот сказали, да. То есть за вас решили? Ну, не то, чтобы за меня. Вот у нас же бывает такое, что мы не можем определиться. Нам, ну, вот мне, например, мне иногда нужно мнение со стороны. Скажите, в каких человек спрашиваете? А, если в магазине. Если в магазине, то я спрашиваю с человеком, с которым я иду. В магазин иногда это подружки могут быть, да. И у продавца. Но продавцам я не доверяю, если честно. Потому что они говорят, ой, вам и это хорошо. И это вам тоже хорошо. И это, да вы у нас вообще весь магазин сразу скупаете. И только день, ну, вот мне вот так кажется. Но у меня есть девочка знакомая, да, у нее свой магазин. Я очень часто теперь туда к ней стала ходить, потому что она знает, что мне подходит. И когда я говорю, прихожу, Оль, ну вот знаешь, ну я, блин, я не могу выбрать. Мне нужно платье на корпоратив в театре на Новый год, а я не знаю, какое выбрать. Она, я тебе сейчас принесу. И она мне несет. И вот вы понимаете, вот все платья, которые я выбрала сама, мне не понравилось ни одно. А платье, которое принесла она мне, я одела все. Вот, Оля, спасибо, я беру все, я пошла. Можно сделать рекламу магазина. Это магазин находится в столице, называется Капкан. И еще у них, как я поняла, они с отделом 501, что ли. То ли дружат, то ли это как-то на двоих у них как-то. Ну, да, но он такой больше, наверное, молодежный все-таки. Хотя мама у меня тут тоже платье себе на Новый год купила в Капкане. Ирина, тяжело себя держать в форме? Ведь все-таки вы относитесь к танцам, вы обычно же на диетах сидите. Да, было у меня тут, я была вообще в таком... После родов, наверное. Очень в таком, мне было очень тяжело, на самом деле, правда. Было очень тяжело, потому что я привыкла всегда быть. У меня никогда не было нигде лишних, вот там, я не знаю, живота, вот тут вот каких-то ушей, там вот ничего нигде не висело. Но я же сама себя испортила. Я же ведь как, я забеременела, мне же захотелось сладкого. Я же каждый день, вот вы не поверите, я каждый день ела штук, наверное, по 4-5 киндеров сюрпризов. Каждый день! Потому что тогда была коллекция, там брелочки такие были маленькие, Звездные войны, и я хотела собрать всю эту коллекцию. Собрали? Да, у беременных же свои причуды. Я все собрала, ну я столько съела яиц. И потом мне было очень трудно прийти в форму, очень трудно, я по этому поводу очень сильно переживала. Был момент, когда мы приехали в Сыктывкарный фестиваль с Асидорой, да, и один из критиков сказал, что вот девушка, которая танцует, да, она очень крупная, и меня это очень сильно задело, вот вообще мою самооценку, моё... Я начала себя, да, прятать как-то постоянно, там, я не знаю, в свободные платья, кофты. Платья я вообще почти не носила даже в тот момент. И тут, как бы, меня поддержали на тот момент. С кем вот мы ездили, да, с Олей, там, с Олей Николаевной из Белых, с Натальей Сергеевной, мне, Ирина, не слушай, да ты что, ты только родила, зачем ты внимание на них обращаешь? Вот через три годика в форму придёшь, и много мне, кстати, кто говорил, три года пройдёт, ты придёшь обратно в свою форму. И вот через три года, где-то, да, наверное, ну через два с половиной, может быть, у меня стал уходить лишний вес, вот остальной, да, то есть я сейчас вернулась в тот вес, в котором я была до беременности. Даже, может быть, на килограмм меньше стало, потому что, да, конечно, в зал я ходила, в зал я ходила... Ну, вы занимались, да? То есть вы работали над собой? Да. Не просто так он весь ушёл? Нет, не просто так. И ограничивала я себя много в чём, и в сладком, и даже сейчас, вот, например, я хлеб вообще почти не ем. Но я вообще не ем хлеб, я его не люблю. Знаете, почему я не люблю хлеб? Почему? Потому что у меня мамуля работала на хлебокомбинате когда-то. И у них же, получается, вот этот вот магазинчик был от хлебокомбината, маленький, вот эта хлебная лавка. Рядышком. Рядышком, прям вот тут. И мама после работы каждый день заходила в этот магазин, брала буханок, я не знаю, 100-500 этого хлеба, приносила домой, и меня постоянно заставляли есть хлеб. Я говорю, мам, ну я не хочу этот хлеб. И я, мне кажется, его просто в детстве переела. Мама у меня сколько, ну, на всю жизнь проработала, мне кажется, экспедитором на хлебокомбинате. На самом-то деле она у меня другой профессии, то есть она выучилась вообще на штукатуре маляра. У нее там не пошло, она пошла на хлебокомбинат, и ее-то все знают, она как бы, все знают ее как экспедитора именно, да, на хлеб, она выпускала хлеб там, созванивалась, договаривалась там, еще что-то. И вот с тех времен я хлеб вообще не ем. Я могу там, ну, кусочек, да, маленький хлебушка съесть, но прям вот чтобы его есть там в обед, там на завтрак, в обед, в ужин, со всеми приемами пищи, я так не могу. Блюдо от Ирины Мониной. Так, сейчас я скажу. Ой, давайте, раз уж мы так про вес тут заговорили, да, вообще я очень люблю фруктовые салаты. Я прям их обожаю. И раньше я делала просто из фруктов, да, но сейчас, допустим, я добавляю еще, например, на этой, на чеснокодавилке фундука, например, надавлю, добавлю чуть-чуть фундука, может быть, даже когда-то могу добавить шарик мороженого, да, такой небольшой. И я делаю фруктовый салат без винограда, я делаю только яблоко, банан и киви, все, фундук, потому что от винограда, ну, там, пищеварение страдает, нельзя его много кушать. Ну, там сахаров много, да. Да, да, поэтому вот как-то я, да, фруктовый салат, наверное. Книга или фильм? Ага, ну, вообще, когда я посмотрела, вот, я посмотрела «Война и мир» фильм, а потом я ее прочитала, и я поняла, что, наверное, все-таки чтение книги намного интереснее, чем просмотр фильма, потому что в фильме зачастую половина событий, описанных в книге, они не передаются так, как написано автором. Поэтому, наверное, книга. Когда к тебе пришел первый успех? Первый успех ко мне пришел... Ну, как ты считаешь? Когда мне дали грамоту солистки образцово-худорственного коллектива индийского танца с Расвати, мне кажется так, потому что я долго занималась у Натальи Александровны, да, и очень как-то долго я танцевала, наверное, больше... То есть есть как бы солист, есть массовка. В массовке. Потом меня сделали солисткой, и для меня это был такой... Для меня это был вообще успех, особенно как для ребенка. Мне тогда сколько лет? Двенадцать-тринадцать, наверное, было. Для меня это так было радостно. И когда мне папа просто... Был сольный концерт, мне вручили эту грамоту, папа подарил мне цветы, и я такая с тебя думаю, ну все, все. Вот это вот самое то. Ирина, охарактеризуйте себя в двух словах. Наверное, жизнерадостный... Жизнерадостный... Почему мы, а не на я? Жизнерадостная... Мужское начало присутствует, да? Жизнерадостный... Ну, у меня папа-капитан, у меня по-любому мужское начало где-то заложено. Жизнерадостная... Ну, пускай будет просто жизнерадостный человек, вот так вот. Вот, наверное, так, потому что я очень радуюсь. Ну, я люблю жизнь, я люблю жить, я люблю работать, я не знаю, люблю заниматься собой, своим развитием каким-то, да? Поэтому я вот... Иногда мне кажется, что я прямо хочу обнять весь мир, чтобы сказать ему спасибо за то, что у меня вот так всё в жизни хорошо складывается. Что бы вы никогда не сделали в жизни? Я бы в жизни никогда не съела таракана или червяка. Вообще никогда. А если бы от этого зависела победа команды? Я вот только хотела сказать, просто недавно смотрела, пересматривала выпуск этой передачи «Тон островит», где они там живут. Последний герой. Да, и вот едят они этих червяков. Я не могу, правда, я не могу. Я иногда еду-то вот, которую, да, там, допустим, если мясо, например, какое-то вот... Я не ем, например, говяжий язык, да? И я его... Терпительный. Вот. И если мне его дают, у меня вот уже, вот, да, вот, мне уже, ну, всё, такое прям состояние, а тут я как представлю, что этих жуков, червяков есть. Нет, я, наверное, не смогла бы, даже если я от этого бы зависела победа команды. Я бы лучше чего-нибудь другое сделала. Я бы сказала, давайте сделаем то-то-то-то-то, но только не жуки и червяки. Вот на текущий момент в Котласе какой бы вы танцевальный коллектив выделили, как вот профессионал? А, да, я бы выделила танцевальный коллектив Ассорти, потому что давно слежу за их творчеством, знаю их, очень много видела их в работе, детей, и просто я поражаюсь детям этим, как они обыгрывают всё. То есть они не просто танцуют, да, они это, танцуют всё с эмоцией, с подачей, с такой бешеной. И мне это очень импонирует. Я разговаривала с руководителем, да, с Чертковой, Еленой, не помню отчество, Елена Черткова. Разговаривала с ней, я говорю, как вот вам так удаётся, да, то, что вы так, у вас дети, прям они не только профессионально, на достаточно высоком уровне танцуют, они ещё на достаточно высоком уровне артистически развитые. Я говорю, как вот так, она говорит, ну, я провожу очень там много тренингов с ними, то есть мы с ней общались плотно, я говорю, вы знаете, я ваша фанатка. То есть мне действительно очень нравится этот коллектив, да, в Котласе. Вы сказали, что вы коллекционировали когда-то, прихоть у вас была, да, коллекционировали. А вообще что, не коллекционируете? Есть у вас вот в этом пристрастие? Раньше я вообще, когда я училась в колледже ещё, нет, не в колледже, когда я училась в школе, мне далили постоянно какие-то вот атрибуты, которые связаны с танцами, да, там, допустим, подарят такую вот шкатулку у меня была, она до сих пор у меня, кстати, дома стоит, шкатулку открываешь, там такая девушка такая стоит в позе, такая танцует, крутится под музыку. Медальончик у меня был с Эсидорой Дункан мне далили. Потом маленькие пуантики такие на ленточке тоже есть. То есть всё, что связано с танцами, мне это всё дарили, и я действительно, да, действительно, я это коллекционировала когда-то. И ту балеринку, которую вы сегодня принесли из вашей коллекции? Да, вот такая вот у меня есть маленькая балеринка. А теперь конкурс. Я так понимаю, Ирина, эту балеринку ты будешь дарить? Да, у меня есть своя личная коллекция, которая связана с танцами, и эту балеринку я подарю в подарок. Для этого вам нужно выложить в комментарии к этому видео фото, на котором вы танцуете. Автор самой интересной фотографии, которая нам понравится, больше всего получит вот такую вот балеринку от меня. Дорогие зрители, друзья, коллеги, потому что мы все с вами коллеги, в Котласе живёмся, жители города Котласа, приходите обязательно в Котласский драматический театр, потому что очень обидно, когда ты садишься в такси, говоришь, пожалуйста, у меня в Котласский драматический театр, и тебя везут в Дворец культуры. Я говорю, почему вы меня сюда везёте? Так это же театр. Я говорю, нет, знаете, театр вот там-то, а, да, ну я просто не хожу. Так вот, чтобы не было таких ситуаций, и чтобы вы знали, где находится Котласский драматический театр, где находится Дворец культуры, чтобы вы могли понимать и разграничивать эти два, это же два замечательных очага культуры, да, которые каждый работает в своём направлении. Мы стараемся для любимого, дорогого зрителя сделать всё возможное, чтобы вам было интересно. Интересно у нас в театре. Дворец культуры старается сделать интересно у них в гостях. То есть приходите, и мы вас всегда ждём, мы вам всегда рады, и, в общем, приходите к нам, пожалуйста.